Всем доброго дня! Сегодня я хотел бы прочитать небольшой отрывок из Евангелия от Луки. Это будет 16 глава с 22 по 24 стих. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидев вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мной и пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Я думаю, многие из нас знают эту притчу о богаче и нищем Лазаре. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что не все считают этот рассказ притчей. Почему? Потому что здесь упоминается конкретное имя Лазарь. Обычно есть такое представление, что притча не должна содержать каких-то личных имён. То есть, всё обезличено, всё как бы в общих чертах, всё несёт на себе такую обобщающую характеристику. То есть, если царь, то без имени, если работники-виноградники, то тоже без имени. Потому что это распространяется на многих личностей, и принципы, изложенные в той или иной притче, они как бы общие. То есть, идёт, например, человек из Иерусалима в Ерехон, и на него нападают, нет никаких имён. Есть просто некоторые действующие лица, которыми мы с вами можем оказаться. Кто-то другой. То есть, тут обобщающая такая специфика притч. Но поскольку здесь упоминается имя Лазарь, многие считают, что данная история является былью. Это не вымышленная история. И упоминание конкретного имени как раз-таки указывает на то, что Иисус просто рассказывает какую-то быль, то, что имело место. То, что происходило реально. Но сегодня я хотел бы поделиться своим мнением, почему здесь упоминается конкретное имя. Имя Лазарь. Некоторые даже, кстати, считают, что это имя как раз-таки того самого Лазаря, которого Иисус воскресил из мёртвых. Может быть и так. Но я думаю, что причина, почему здесь это имя упоминается, немного в другом. Или, по крайней мере, их несколько. И об одной из них я хотел бы сегодня поговорить. Почему же всё-таки Иисус конкретизирует и называет здесь это имя. И тему своего небольшого разговора, монолога, я хотел бы так и назвать. У страдания есть имя. У страдания есть имя. И смысл такого вот наименования своей беседы я попытаюсь раскрыть. Во-первых, хочется порадоваться такому отрадному моменту, который запечатлён в 22 стихе. «Умер нищий и отнесён был ангелами на Лона Авраамова». Только представьте себе эту ситуацию, этот момент мучения, страдания, которые, как бы сказать, окутывают человека. Он не может от них освободиться. Он ничего не может с этим поделать. Он беспомощен, он немощен. Псы приходят, лижут его с трупья. Он не может их даже, возможно, отогнать. Нет на это сил. Ему приходится находиться вот в таком коконе, да, вот в таком саркофаге вот этих страданий невыносимых. И вдруг, как будто кнопочку кто-то нажимает, да, как будто занавес кто-то отдёргивает, и всё резко меняется. Ты как будто высвобождаешься из этого кокона. Ты вырываешься из этой агонии, из этих мучений, и моментально наступает такая отрада, наслаждение, да. И более того, ангелы, да, ангелы. Я не знаю, насколько вы впечатлены перспективой встречи с ангелами, да. Может быть, кто-то посчитает это какой-то такой мистикой излишней. Я сейчас не призываю гоняться за ангелами, да, искать каких-то там суперпереживаний или придумывать себе что-то. Нет, я просто хочу вместе с вами предвкушать эту перспективу. Да, сейчас я не вижу, может быть, красоты особой на этой земле. Меня окружает уродство. Возможно, да. Я утрирую, конечно, я просто пытаюсь подчеркнуть вот этот контраст, который пережил Лазарь. Но наступит момент, когда я буду иметь общение с такими прекрасными личностями, которые будут меня вдохновлять и восхищать. Это я еще не говорю о Господе, да, потому что это еще впереди. Там ангелы, Авраам. Я наверняка захочу там встретиться с Павлом. Это, ну, сто процентов. Я просто это предвкушаю. Вот. Ну и, конечно, сам Господь в своем сиянии, в своей красоте, в своем великолепии. И этот контраст он не может не радовать, этот контраст он не может не вдохновлять и не может не придавать сил к тому, чтобы ожидать этого и хотеть этого. И, кстати говоря, Лазарь попал на небеса не потому, что он был нищий. Лазарь попал на небеса не потому, что он заработал это своими страданиями. Он туда хотел. Он просто туда хотел. Потому что его жизнь была такова, что ему нечего было здесь ловить. И он лежал в этих струпях и думал, ну, я здесь страдаю и ничего не могу с этим поделать. Но, Господи, я стремлюсь туда, к Тебе, к Твоим небесам. И вот это стремление, оно у Лазаря наверняка было не наигранным, не притянутым за уши. Он на самом деле туда внутренне хотел. Потому что ситуация была такой. Потому что так сложились обстоятельства, что он по неволе, если можно так выразиться, устремлялся своим сердцем в небеса. И невозможно попасть туда, если ты туда не хочешь. Невозможно попасть туда, если ты об этом не мечтаешь, если ты этого не предвкушаешь. Но нереально это, да, вот ты просто живешь своей жизнью, копишь какое-то богатство, ты стремишься к каким-то земным наслаждениям. Не думай о небесах, даже не помышляя о них, да, никаким образом. И никогда или очень редко поднимай свой взор туда. Но невозможно туда попасть, не хотя и не желая, да. То есть ты просто копошился, 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 и тут тебя раз за шиворот ангелы подняли. Но не будет так. Тебе и мне нужно хотеть туда. Нужно стремиться туда. Нужно туда, ну как бы сказать, и льнуть, да, простираться внутренне. Здесь, да, ты страдаешь, но туда ты простираешься. И только в таком состоянии, только в таком расположении сердца, я верю, ты туда и попадешь. У Господа на самом деле все просто. Вот куда ты хочешь, туда ты и пойдешь. Вот ты хочешь на небеса, действительно хочешь, стремишься туда, мечтаешь о них. Представляешь себе, может быть, силой своего воображения, как это будет. Хотя здесь, конечно же, не нужно предаваться излишним фантазиям и что-то придумывать. Но тем не менее ты стремишься туда, сердцем своим. Поешь об этом песни, да, внутренние мелодии вот эти мурлычешь о небесах. Небеса моя отчизна, там не будет больше слез, да, и так далее. То есть, имея вот это стремление, ты туда попадаешь. Это очень просто. На самом деле здесь нет какой-то такой супер-пупер сложной духовной арифметики. Арифметики. Все просто. Хочешь туда, ну иди, да. Желающий пусть приходит и берет воду жизни даром. Ну, все просто. Ну, хочешь, иди, стремись. Стремись к Иисусу, стремись к небесам. Ну, и ты попадешь туда. А если ты не будешь стремиться, ну как? Тебя что, насильно туда затащат? Тебя что, против твоей воли, против твоих желаний, против твоих стремлений туда понесут ангелы? Нет, конечно. В этом эпизоде много смыслов, и здесь много сокрыто в этом рассказе. Но главный момент, который я хотел бы сегодня подчеркнуть, находится в 24 стихе, и я хочу его еще раз внимательно прочитать. И возопив, сказал, этот богач возопил в Аде, и сказал, отче Аврааме, умилосердивись надо мною, и пошли Лазаря. Пошли Лазаря. Оказывается, там, будучи в Аде, богач знает и помнит это имя. Нет ничего удивительного в том, что богач знает имя Авраам. Да, это общий предок, общий праотец всего вот этого еврейского народа. Но он знает имя Лазаря. Оказывается, богач, он не просто сидел где-то там во внутренних своих покоях, за этим богатым столом, и ничего не знал о Лазаре. Он знал это имя. Он знал этого человека. Для него этот нищий, который лежал у его ворот, не был обезличенной массой. Какой-то там нищий, я даже не знаю, кто он, где он и откуда. Он знал Лазаря. Для него этот нищий не был каким-то абсолютно незнакомым человеком, которого он встречал где-то там в переходах, да, подземных, в каких-то больших городах, рядом со станциями метро и так далее. Для него этот нищий был кем-то, кто сидел рядом с его воротами. Он видел его, может быть, ну, не каждый день, я не знаю, как это все происходило, но, тем не менее, он знал его имя. У страдания есть имя. И, видя вот это страдание, богач это имя знал. Это было что-то, с чем он непосредственно соприкасался. Сегодня, проходя по улицам, мы видим нищих. И, поверьте, я не хочу сегодня вообще о нищих говорить. Так-то, да? Я все это на духовные рельсы переведу, но просто ради комментария. Мы видим этих нищих, и мы знаем, что вот эта проблема нищеты, да, там, какого-то социального падения, ну, она остра, особенно в больших городах. И для нас они, может быть, ну, обезличены, во-первых. А во-вторых, мы с вами где-то, ну, научены горьким опытом, что вот эти нищие не такие уж и нищие на поверку, да. Где-то они могут и деньги зарабатывать, где-то они могут и, скажем так, притворяться, где-то они могут лукавить, где-то они могут то, что мы им предлагаем, потратить на что-то, что не очень-то будет правильным, да, мягко говоря. И поэтому, конечно же, я не о нищих вообще хотел сегодня говорить. Я хотел говорить о том, что мы соприкасаемся в этой жизни с какими-то страданиями, о которых мы не можем сказать, что мы не можем ничем помочь, и что мы не в курсе, что это как-то очень сильно далеко от нас. Нет, есть такие страдания, у которых есть имя. Есть такие случаи, да, есть такие, скажем так, направления жизни нашей, выказывающие какую-то вопиющую нужду, о которых мы никогда не сможем сказать, что мы не знали этого. Мы не сможем сказать, что это было где-то далеко. Ну да, мы слышали в общих чертах, но в принципе-то нас это не так-то сильно и касалось. Есть сферы, которые нас касаются. И возвращаясь к реальным нищим нашим сегодняшним, конечно же, я не призываю к тому, чтобы всем начать раздавать какую-то там гуманитарку, включаться в какую-то социальную работу. Многие, кстати, воспринимают церковь в качестве такой социальной служанки. Ну, пусть этим занимается церковь, пусть она там возится с этими нищими и так далее. Хотя справедливости ради нужно сказать, что и такое служение имеет право на существование в церкви. Просто сегодня это действительно предмет таких спекуляций, да, и обмана часто бывает. То есть нищие порой, они просто вовлечены в такой вот интересный бизнес, или же они лукавят и так далее. Я уже об этом упомянул. Но в этом данном конкретном случае богач не мог списать свое бездействие и безучастное отношение к вот такой вот специфике, да. То есть это было что-то, что он знал. У страдания этого было имя, и он должен был оказать сострадание. Он мог бы сказать, ну разве я способен принести исцеление? Ну ты хотя бы псов отгони. Ты сделай так, чтобы они не усиливали вот эти страдания и унижения человека. Ты же это можешь сделать? Да, исцеления у тебя нет. У тебя нет дара исцеления. Хорошо. Но псов-то ты можешь отогнать? Дать крошки со своего стола ты можешь? И может быть даже не крошки. Пускай не все. Никто не говорит тебе весь стол отдать. Ну поделиться чем-то, да. То есть что-то ты мог сделать. И ты не сможешь теперь отмахнуться и сказать, да это меня напрямую не касалось. Это где-то далеко, это очень обезличено, это все в общем, не в общем. Никак не в общем. Ты знал это имя. И вот такие вопросы, наверное, Дух Святой сегодня и нам хочет задать. Потому что есть сферы в нашей жизни, которые нас непосредственно касаются. Если перевести это все на духовные рельсы, опять же, я повторюсь, я не призываю здесь сейчас вас заниматься вот такой вот бурной социальной деятельностью. Просто есть направления, да, в которых мы, может быть, не приложили духовных усилий, не помолились за что-то. Да, я не могу, может быть, накормить всех. Да, может быть, я не могу излечить ран общества. Есть такое высказывание где-то в Библии. Но я могу помолиться. Я простой пример приведу. Когда моя мама умирала от рака, я молился за нее. Но вопрос в том, достаточно ли. У этого страдания было имя. Это не было что-то обезличенное. Где-то там далеко человек страдает. Это что-то, что близко. Это что-то, от чего я не мог отмахнуться. И встанет вопрос. Я знаю, дай Бог попасть на небеса, но встанет вопрос. Достаточно ли я молился. Этот вопрос меня и сегодня волнует. Потому что я могу сказать, ну я сделал все, что я мог. Да, я там молился и так далее. Достаточно ли. Вот такой пример. Я не хочу вас здесь разжалобить. Я просто привожу конкретный пример. У страданий есть имя. И достаточно ли мы сделали для того, чтобы помочь. Переводя все на духовные рельсы, я могу сказать так. Дух Святой сегодня страдает. Дух Святой сегодня страдает. И мы можем сказать, а, это все так далеко, какие-то проблемы, меня они не касаются. Знаешь, однажды может просто прийти просветление, и ты поймешь, что ты не молился просто потому, что ты был ленив. Лукавый и ленивый раб. Однажды это может прозвучать. Я не хочу, чтобы это прозвучало в мою жизнь по отношению ко мне. Ты не молился просто потому, что ты был ленив. Ты отмахивался и говорил, да это все общие проблемы. Это все где-то, это все меня не касается. Но ты просто был ленив. Ты знал это имя. Оно было где-то рядом. Ты видел эту нужду. Опять же, поверьте, я сегодня вас не призываю к какой-то социальной, материальной деятельности. Я призываю себя и нас к молитве. Дух Святой страдает сегодня. И я могу знать этому имя. Я могу чувствовать это стянание в своем сердце. Я могу дать ему вырваться через меня в молитве, ходатайство. И это будет тем вкладом, который я могу сделать. Это будет тем прогонянием собак от чьих-то струпев, который я могу сделать. Это может быть та крошка, которую я могу принести. Может быть, чуть-чуть пафосно это все звучит. Я понимаю. Я не пытаюсь вас разжалобить, на какой-то эмоциональной волне произвести впечатление. Нет. Но у страданий есть имя. Есть что-то, что нас касается. Есть что-то, что Господь приводит к воротам нашего дома. Он приводит это. И ты можешь это чувствовать. Ты можешь с этим соприкасаться. Ты можешь это идентифицировать. И об этом помолиться. Сегодня Дух Святой страдает во многих сферах, я верю. Он стенает о несправедливости. Он стенает о беспорядке. Он стенает о том, что одни сыны Авраама превозносятся над другими. И ты можешь об этом помолиться. Ты можешь отдаться этому течению Духа Святого и внести свой вклад. Не нужно распинаться и бегать там по всем углам и весям, раздавая гуманитарку. Не об этом речь. А о том, чтобы являть вот такое сострадание и внимательность в своей молитвенной жизни. Да поможет мне и всем нам в этом Господь. До новых встреч. До новых видео. С Богом.